Добрый день, дорогие селастопольцы. Добрый день, Сергей Анатольевич. Здравствуйте. Традиционно в серии передачи «В чем говорят у Бенели» поднимаем вопросы, которые волнуют наших граждан. И сегодня у нас такой интересный вопрос. Сергей Анатольевич, вы знаете, что сегодня у нас очаги напряженности – это уже и Армения, это уже и другие республики, которые, и Кавказские, где начинаются всякие разные военные действия, начинается эскалация и прочее. Давайте сегодня поговорим о геополитике. И всегда любые какие-то проявления, которые сейчас происходят, они имеют под собой почву, которая была создана еще задолго до сегодняшнего дня. То есть это и так называется, это история развития конфликтов, как это все происходило раньше и чем это обворачивается сегодня. Что по этому поводу думаете, что расскажете? Я могу рассказать о геополитике с точки зрения истории, потому что историю люблю, очень много читал, очень много, ну как я думаю, что знаю по истории, значит, читал не художественную литературу, в основном документы, поэтому какие выводы могу сделать? Я могу рассказать в принципе, что происходит и что нам ждать, вот как бы свою точку зрения в этом, если кому-то интересно, могу рассказать. Потому что когда я разговариваю просто с людьми на эту тему, я вижу, что люди очень многие в принципе не понимают, что откуда берется. Ну, в первую очередь скажу, что в геополитике есть цели. Вот цель – это всегда ресурсы. Вы знаете, что наша страна богата ресурсами, и все ресурсы эти хотят. Есть такая как бы верхушка, что ли, в мировой политике, тоже ее все знают, англосакс их называют, раньше это были англичане, сейчас там рулят американцы, но в общем-то это как бы одно и то же. Это сообщество людей, которые вокруг себя сформировали такое как бы экономическое ядро, у которого все деньги, там масса ресурсов, и им нужно этим всем руководить для того, чтобы они дергали за ниточки и распределяли вот эти все мировые ресурсы между всеми странами, между всеми людьми. В общем, они хотят быть главными здесь, чтобы, как кость в горле у них всегда, была Россия. Они раньше говорили, что Советский Союз, большевики, коммунизм, но на самом деле всегда поперед горла стояли славяне. Значит, какие инструменты используются всегда для вот этих вот конфликтных ситуаций, которые ослабляют ту или иную страну, это всегда этносы, это всегда религия. То есть они играют всегда или на религиозных разногласиях, или одну нацию направляют на другую. Ведь сейчас самое страшное, что происходит, это возрождение фашизма. То есть фашизм рано или поздно в той или иной степени всегда у нас начинает поднимать голову, и за этим фашизмом всегда стоят одни и те же люди. То есть англосаксы всегда, вот они Гитлера, они же породили, что ли, они же его вскормили, они же его профинансировали для того, чтобы одна единственная цель, нужно было уничтожить нашу страну, нужно было забрать наши ресурсы, но чужими руками, потому что сами они не годятся для войны, не годятся для того, чтобы воевать. Они понимают, что они проиграют и ослабнут до такой степени, что уже ничего в жизни не смогут. А так они должны всегда оставаться в силе и поэтому натравливают одних на других. То же самое они сделали с Украиной сейчас. Вот украинский национализм, который прибрал как раз все вот эти вот фашистующие идеи, он у нас, в общем-то, как бы и рулит сейчас на Украине, почему происходит эта война. У нас очень много знакомых, которые там в Украине находятся, мы знаем эту информацию, они воюют, как там это все происходит, и поэтому мы знаем, кто с нами воюет, как с нами воюют, и поэтому не буду это рассказывать, потому что как бы очень много времени это займет. Но принцип остается вот такой, что нужно использовать то, чтобы разорвать нас изнутри, потому что внешне с нами никто никогда справиться не мог. Приведу два примера просто из истории. Первый пример – это Наполеон. Как появился вообще Наполеон, и как это вот отразилось на России. Почему вдруг он стал с Россией воевать? Сначала он с Россией воевать вообще не хотел. Вы все знаете Суворова. Суворов у нас воевал, и вся его слава находится в Европе. Его приглашали те или иные короли, которые там вели бесконечные войны, и Суворов им нужен был для того, чтобы их защищать. Вот там австрийцы его приглашали, итальянцы приглашали, и он там воевал, как бы деньги зарабатывал, громил, в том числе вот эти французские войска Наполеона. Но с Наполеоном никогда не сражался. У нас был царь Павел I. У Наполеона с ним был договор этот. Павел даже был, там, мальтийский орден у него, они, в общем, как тамплиеры, в общем, он был, он там был свой человек. Как делал, что делал Наполеон? Он все страны, которые были в Европе, он их просто уничтожил. Он был большим ненавистником немцев. Он говорил, что Германия вообще не должна существовать, немцы вообще не люди, их нужно раздробить там на мелкие кусочки, чтобы Германии не осталось и следа. Тогда Александр I не дал это сделать, знаменитый Тильзитский мир, который, что Германия вообще существует. Значит, с Павлом I у него был договор. Они понимали, что все зло в мире идет от Англии. И что нужно уничтожить англичан для того, чтобы в мире какая-то справедливость восторжествовала. Значит, как раз до этого от Англии отошла Америка. Мы ей активно помогали. В это время появился Севастополь. Наш стал Крым, потому что англичанам было не до турок, при помощи которых они с нами всегда воевали. А турки одни всегда боялись на нас нападать, потому что всегда проигрывали. И у нас в один год образовался Соединенные Штаты и Севастополь. Поэтому англичане были заняты своими проблемами в Северной Америке. А Екатерина II им с удовольствием в этом помогала. И после этого случилась французская революция уже. И после нее сами себя не сожрали. Я не буду тратить времени, чтобы об этом рассказывать. Появился Наполеон. Он заключил с Павлом I договор. Они решили забрать у Англии последнюю вот эту вот богатую страну, которая позволяла им так вольготно жить и руководить всем миром. Индию. Потому что из Индии они возили различные, там, как они называются, специи, которые бешеных денег стоили. И рядом с Индией был Китай, который они не смогли колонизировать, но покупали у Китая чай, который у них была в Анаполе на торговлю. Как сейчас мы пьем кофе, который стоит там диких для многих денег, хотя африканцы продают его задешево, но торгуют ими немцы, поэтому и цены у них там в пять раз выше, чем мы бы мы все покупали напрямую у тех же африканцев, допустим. Все это идет вот оттуда же. И когда англичане, понимая, что русские войска вместе с французами придут просто-напросто, займут Индию, и у них и не останется ничего, Канада, в которой они вечно дерутся там с французами, и как бы больше-то у них нет ничего, Австралия, которые там еще-то, как бы они туда только ссылали ссыльных этих преступников, они останутся ни с чем, и просто Англии не будет, как великая держава. И они устроили переворот, они убили Павла Первого, и Александра Первого взяли в заложники в плане того, что как бы он был свидетелем вот этого убийства, когда они гвардейцев там подкупили, для того, чтобы они Павла Первого задушили шарфиком. И маленький Александр Первый это видел, они его шантажировали всю жизнь, англичане. Александр Первый тот царь, который там большее время проводил за границей, чем был в России. И поэтому они вот устроили вот этот вот переворот, и распалась коалиция французов и русских. А ведь когда Суворов победил несколько раз французов в Европе, Наполеон окружил Суворова и не стал с ним драться, он сказал, что, говорит, слушай, если ты сейчас уйдешь в Россию, я тебя не трону, уводи свои войска, и больше тебя тут в Европе не видел. В противном случае я тебя просто уничтожу. Суворов ушел, он не трогал русских. Вот это был Наполеон у нас, не было такое. Когда Павла Первого не стало, и все вот эти планы Наполеона распались, у него тогда возникла вот эта вот идея, что нужно тогда Россию наказать за то, что они вот эти вот все испортили. И из-за этого случилась у нас с французами война. Дальше вы все помните, допустим, в 1956 году волнения были в Венгрии. Думаете, что это там вот в Венгрии, там венгры против русских восстали? Почему? Сделали все англичане, потому что в это время решала судьба Суэцкого канала, когда египтяне, которые с нами дружили, они просто забрали этот канал, которым руководили всегда англичане. И при помощи русских, им там нечего было ловить. Французы с англичанами начали с египтянами воевать, но для того, чтобы русские туда свои силы не притащили, они устроили вот этот вот бунт в Венгрии. И нам пришлось туда отвлечься, но все равно англичане потеряли этот Суэцкий канал. Но войну они выиграли у египтян. А потом русские, Советский Союз через ООН наклонил этих англичан и французов, и Суэцкий канал от Египта не забрали. А русским ничего не было за Венгрию, за то, что подавили там вот этот вот мятеж, он ничего не сделал. Вы понимаете, как престиж был у страны. И они воюют с нами вот так вот всегда, но мы должны быть сильными, чтобы мы побеждали. Ведь сейчас на международной арене, смотрите, вот куда бы ни приехали наши, что Путин, что Лавров, куда бы ни приезжают, их везде восторженно встречают. Почему? Потому что они знают, что такое Россия. Весь мир знает, что такое Россия. Если Россия будет сильной, объединенной, там никто не сможет с нами ничего сделать. Никогда. И вот это вот рушится за счет чего? Вот они берут этнос. Потому что нас окружают этнические республики, которые отделили Украину, вложили им в голову, что они там какие-то там самостоятельные, что они там к русским никакого отношения не имеют, что русские там их там вечно унижали, вечно их там их побеждали и все такое прочее. Где побеждали один и тот же народ, там русских половина, это Украины. Но они же им это втолковали. Прибалтика, посмотрите, что они творят. Что они там говорят? Что такое Прибалтика? Она когда-то была вообще Прибалтика. По истории этих стран не было вообще. Сейчас Армения там поднимает голову, рвут русские паспорта. За что? Да вы живы благодаря русским. Что грузины? Это же никогда не было ни этих стран. Вообще этих республик, это же никогда их не было. Это всегда была Персия, потом была всегда Турция. То Персы, то Османы. И там у них не было даже границ никогда, никто не понимал, кто такие азербайджанцы. Это Персы. Потом, когда Персов выгнали и начали турки там хозяйничать, они даже язык переменили, турецкий сейчас у них язык, это азербайджанский, почти турецкий язык. И все вот это было всегда вот так вот. Кто там их от чего-то освобождал? Персов кто вы? Русские. Две войны, Персов нет. Тот турок выгнал, русские. Всегда у нас проблема случилась в Советском Союзе. Вот я всегда говорю, что Советский Союз, он наполовину, вот замечательная страна, наполовину. Потому что половину я бы лично оттуда вообще не взял бы. И одна из проблем, вот это как раз национальная, появились вот эти Армянская ССР, Грузинская ССР, которых не было никогда, была Закавказская республика. И все эти азербайджанцы, там грузины, армяне, они не было такого. Вообще русские вообще называли в Российской империи, их всех татарами называли, потому что никто не заморачивался, какая там у них национальность. Потому что это все было вот такой вот клубок, в котором варились все. Это была территория Российской империи, потом это была территория Советского Союза. А сейчас они же бьют вот на это, англичане, именно на это нас бьют. Вы армяне, вы украинцы, вы не русские, вы к русским никакого отношения не имеете. Значит, придумывать историю. Сейчас уже там до Якутии дошли, это что такое вот вообще? Кто такая Якутия вообще? А у нас же, видите, как сделали? Нам же все даже названия такие. Бурятская ССР, Башкирская ССР, Татарская, Саха-Якутия и так далее. То есть русские всегда дают, хотя это же основная нация, нас 80% русских на нашей территории, сейчас даже Российской Федерации. Нас 80%! Ну, пожалуйста, конечно, давайте вот это, вы же пойти на самую многонациональную страну, действительно. Ну, не надо же перегибать-то вот эти вот палки. Что сделали те же самые армяне? Выгнали всех русских после 91-го года. И сейчас там всего ничего. А что там русские делают? Что они сами туда что-ли ехали жить? Да русских туда посылали, чтобы там делать, не виноград выращивать и коньяк лить, а для того, чтобы там заводы строить, для того, чтобы там экономика какая-то была. И Грузия точно так же. Вспомните БИЗ. Это русские держали турок, они же шли вырезать армян. И вырезали бы всех. А русские потеряли свои семьи. Они выпустили, поверив туркам, что они их отпустят. А те их всех вырезали прямо у них на глазах. И маленький гарнизон держал огромную турецкую армию, пока не подошли русские силы. И никого не пустили в Армению. Да, в советское время был этот, не в советское время, в 15-м году был геноцид армян-турок. И потом вот этот клубок до 22-го года, он же, он же, там, воевали все со всеми. Каждая деревня на каждую деревню. Там аул, там, я не знаю, там, все что угодно. Они же между собой просто воевали. Никто там ни на какие национальности не смотрел. Кто их оттуда вытащил? Сначала турки пришли, потом немцы выгнали турков. Они были под немцами. Потом пришли англичане, забрали из Персии, из Ирана они забрали. Это было все под англичанами. Потом пришли большевики, всех выгнали, поставили все на место. Всем сказали, вот ты армянин, ты грузин, ты азербайджанец. А что сейчас творится? За что ж так ополчились-то на русских? Русские никогда ничего плохого вам не делали. А вас настраивают тот же самый Казахстан. Назармаев хитрый был, сделал Астану в северном Казахстане. В Казахстане. Зачем? Да чтоб не отобрали у него, как в Вильнюсе, Вильна, это же белорусский город. В Виленской области, там этих, всегда было меньшинство литовцев, они все жили в Клайпиде. А что с Вильнюс? Это Литовец. Сталин подарил. До Сталина, до 1936 года, вся эта была Закавказская республика. Вот эти границы, того же Казахстана, это русская земля, весь север. Сделали там хлеборобным его, Целину знаменитую, помните. А границы все ровнее. Это Ленин со Свердловым, там по линейке рисовали эти границы Туркестанского края. Это была Закавказская республика до 1936 года. Не было никаких там ни Азербайджанов, ни Грузии, ни Армении, вообще ничего. Сталин, вот, раздел вас, и Литве, вот это все подарил. В надежде на то, что будем жить одной большой, дружной семьей. Всем все раздали. Где благодарность? Да не надо этой благодарности, хотя бы вот яда вот этого не надо, злобы вот этой не надо. Все же, все выливают эту злобу, не понимая, что ими же манипулируют. Вы думаете, кому-то нужны славяне, самый непокорный народ, поэтому нас хотят истребить. А вы тут, что будете делать без славян? Вас сделают просто рабами, вы же будете, что Прибалтика сейчас там, она самодостаточная страна, что ли? Да все работают в Европе, там, на подхвате. Все предприятия вам не принадлежат, они то шведские, то еще какие-нибудь. Ничего нету. О чем вы еще думаете, я вообще не понимаю. Вот это вот геополитика. И люди, люди, как бы, хватаются за что? Вот им бросили косточку. И они, как собаки, бросились ее и грызут. Русские такие-сяки, какую-нибудь ерунду скажут, что вот это они сделали, поэтому, поэтому это вот они в наши враги. Да вы посмотрите, что у вас язык ваш есть, что ваши страны вообще есть, что у вас своя культура какая-то сохраняет, не наша. Вы там свою кухню сохранили. Должны быть просто благодарны, потому что все это сделали русские. Русские никогда ничего, ни у кого не отбирают. А получается так, что они везде, какие-то, я не знаю, там, изверги. А изверги-то ваши сейчас натравляют на нас. Вы посмотрите, что в России огромное количество армян, азербайджанцев, там, я не знаю, казахов, кого угодно, огромное количество в России. Кто-то на них, что-то тут там, зубы точишь, что ли. У всех нормальные отношения. Они тут работают, живут, никто им там слово против не говорит. А уже начали появляться такие ситуации, когда они уже начинают на русских там, здесь у нас в России, говоришь, что вы русские, такие сякие, что вы добиваетесь? Вы понимаете, во что это выльется, или нет? Вам-то там никто не рад у себя на родине, если вы туда приедете. У вас там и так бардака хватает. А если еще такое количество людей туда приедет, представьте, что будет. Короче, геополитика заключается в том, что вас на нас натравляют, чтобы нас не было. Но вся история Руси показывает, что Россию никому никогда не удавалось победить. И больше того, Россия всегда помогала всем соседям. Она их и спонсировала, кормила, всем снабжала, помогала, никогда ничего не требуя взамен. Это, ну, как бы я считаю, высшая степень гостеприимства. И почему вот все наши соседские, соседние страны так к нам относятся, я не понимаю. Это говорит о вашей глупости. Это говорит о том, что вас обманывают и вас бросают на братоубийственные, на братоубийственную войну, как бросили украинцев. Кормят их наркотиками, чтобы те лезли на наши окопы. Ну, что это такое? Ребята уже там на передке говорят, блин, уже смотрим, уже жалко просто убивать. Это же наши люди. Опомнитесь, очнитесь вообще. А тем жалостливым людям в России, которые живут, нужно вот эти вещи простые понимать, что, откуда растет. Нужно понимать, где зло, а где добро. У нас есть очень хорошая поговорка «Добро должно быть с кулаками». Вот это про Россию. Здесь всегда добро, но всегда с кулаками. Но для того, чтобы пока мы эти кулаки запустим, ну, получается, там масса всяких неприятностей у нас. И вот этого бы совсем не хотелось. Ну, экскурс примерно такой бы историю. Ну, спасибо, Сергей Анатольевич, в общем-то, поучительный рассказ, и, в общем-то, люди должны задумываться и понимать происходящее, а не просто бездумно сидеть и ждать, когда события будут разворачиваться по какой-то траектории. Ну, какой траектории? Как фашизм. Сейчас же этот фашизм культивируют. Зачем? Потому что уже опробованная система. Задача стоит сокращение жителей планеты Земля, и отбор ценностей и прочее. Вот, к сожалению, как один мой знакомый говорит, человечество развивается по спирали, и время от времени это все повторяется. Каждые сто лет у нас такой Каждые сто лет идет вот такая, если смотреть это как на графике, то это видно, что вот сейчас мы проживаем тяжелое, неприятное время, вот, и дай нам Бог здоровья, дай нам Бог ума, чтобы преодолеть это все, понять, осознать, потому что мы должны понимать, что мы великий народ, русские люди, и что мы должны не допустить и помочь в том числе и другим народам справиться вот с этой вот ситуацией. И, как один другой мой друг говорит по поводу того, что это фактически идет борьба между силами света и тьмы, вот, и мы видим действительно, к сожалению, что вот это мракобесие, оно сейчас набирает обороты, процветает, и это надо заканчивать, прекращать и переходить в плоскость, в правильное развитие человечества, более в правильном направлении, где будет развиваться наука, будет развиваться... Да, все будет развиваться. Приведу один маленький пример Кико Бидзе, все знают, наверное, этого артиста, да? Шикарный актер, которого любили миллионы советских людей, он был как бы и народным артистом, я не знаю, и Грузии, и Советского Союза, и все такое прочее. А, значит, был грузинско-осетинский конфликт, да? И Россия тогда вступилась, как бы и грузин выгнала оттуда, никуда не пошла, ничего не забрала, просто как бы освободила там. Но, я помню, читаю, в Кико Бидзе пишет, русские такие, сякие, там, напали на Грузию, и там, все такое прочее. В общем, очень-очень плохо он так написал, что у моего сына там друг погиб, и там, грузин, в общем, в таком духе. Ему медаль за это дали, что он русских так обвинил там в Грузии. Понятное дело. Вообще, и он, вот такой вот репост у него был очень нехороший, мне так не понравилось, я так любил этого артиста, но я знаю, что многие его любили, хороший был актер. Я так подумал, думаю, а где бы ты был, если бы вообще бы не было, Россия-то? Кто бы тебя вообще знал? Где была бы твоя Грузия, если бы не Россия? Вы же свободу нюхнули 200 лет назад. Потом короткие вот эти вот очаги, когда у вас там бурлило, от вас же ничего не зависит вообще нигде. Любая маленькая страна, маленькая нация должна понимать, рано или поздно кто-то сожрет большой. Так лучше иметь большого друга, чем большого врага, который там снесет все на свете. Но вы же знаете, вы же жаловались русскому царю о том, что вас турки вырезают и хотят вырезать всех, забрать всех ваших женщин в свои гаремы, а всех остальных просто вырезать. Но вы же это знаете по истории, но вам сейчас в истории, наверное, это не пишут. но еще живы люди, те, которые учились в нормальных школах и в нормальных университетах. И где это говорили? И вот пример того же самого Кикабидзе, что вот он так себя повел с той страной, которая ему дала все. И сейчас, когда уезжают некоторые шоу-артисты, певцы и так далее, когда там уезжают и начинают что-то там против России. Ну, сейчас модно ругать Россию, на этом они делают определенный пиар в других странах, и это бескорбно. Ну, или была бы хорошая память о Кикабидзе, да, о том же, или вот об этих артистах, или певцах, которые там сейчас нас, да, как все в Советском Союзе обожали Пугачева, ну, просто это была Примадонна, это была королева, это была первая певица, вообще, как бы, Пугачева, это же игра. Главная певица страны она была. и надо же себе так испортить под конец. Ну, к сожалению, жизнь такая. И все, и могут просто забыть, она просто из истории уйдет, и ее никто вспоминать не будет. Просто потому, что она сделала вот эти вот странные шаги с ее стороны. Ну, это деньги, они развращают, конечно. Бог с ней, с этой Аллой Пугачевой. Бог с ними и со всеми. Просто жалко людей. Люди не понимают, что их бросают в жерло своим хищным планом люди, у которых нет ничего святого. А здесь очень многие люди, очень многие народы, они по сути свои хорошие все. Те же армяне, те же грузины, ну, сколько у нас с ними общего всего хорошего было. Вы посмотрите, сколько у нас известных армянских людей в Советской войне все знали. У нас военачальники были шикарные армянские. Правда? Ну, конечно. Они воевали за Советский Союз. Потому что они прекрасно понимали, что такое Армения без России. Это вас разгонят по всему миру. Ну, вас и разогнали по всему миру. Вы тогда разбегались. Вас очень много по миру. Ну, кто вам помогал? Только одна Россия. Нельзя нам ругаться, нельзя нам между собой. Потому что это будет... На урок надо народом сплачиваться. Сплачиваться нужно. Потому что те будут потирать руки, если мы друг дружкой будем грызться. Так они так и делают. Они эту пеночку снимут, а мы все потеряем. Россию, вы же понимаете, с Россией ничего не сделать нельзя. Россия это вечная страна. И никто никогда с ней ничего не сделает. Россия это дух, народ, дух земли. Сергей Анатольевич, ну давайте на этой ноте закончим. Всем огромное спасибо. Сергей Анатольевич, вам огромное спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин